Считанные дни остаются до завершения народного голосования за городские объекты, которые будут благоустроены в столице Верхневоложи в будущем году. Что именно предлагают сделать тверичане, выяснил наш корреспондент. 10 объектов Твери в этом году борются за возможность попасть в список объектов для благоустройства в 2024 году. Среди них набережная реки Тьмаки, продолжение Мигаловской набережной, Бабачевской рощи, набережная Волги, в том числе от Монастырского моста до Дворца спорта «Юбилейный» и еще в списке второй этап благоустройства уже ремонтирующихся объектов, как, например, улица Трехсвятская. Уже сейчас за нее проголосовали более 4000 жителей. В прошлом году ее уже выбрали, причем рекордным количеством голосов. Улица Трехсвятская в прошлом году набрала наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2023 году. И вот работы стартовали еще в апреле. Сейчас они в самом разгаре, уже убрали плитку, территорию оградили, сейчас ведутся там другие работы. Горожанам пока приходится потесниться, но это временные трудности. В дальнейшем улица Трехсвятская будет радовать и жителей города, и гостей. Жители Твери хотят видеть здесь лицо города, ведь Трехсвятская – единственная пешеходная улица, место притяжения и жителей, и гостей города. Хорошо, что город благоустраивает, что занимается им. Хотелось бы, наверное, больше каких-то объектов интересных для туристов, для детей, еще что-то такое. Тем более, что пешеходная улица, значок города должен как-то себя рекомендовать именно здесь. Трехсвятская, безусловно, крупный масштабный проект, все-таки центр города. Но если говорить о других районах, то и там кипит работа. Так, в прошлом году реализован в жизнь проект сквера на улице Хромова. Конечно же, он полюбился жителям микрорайона. Здесь можно отдохнуть, погулять с детьми, почитать книгу. Этот объект победил в онлайн-голосовании в 2021 году. В этом же году в конкурсе участвует Бабачевская роща. Здесь, конечно же, есть детские и спортивные площадки, которые по душе жителей многоэтажек. Мы поинтересовались, что бы еще хотелось добавить на эту территорию. Дома, расширение идет, много новостроек, и поэтому здесь, да, надо благоустраивать. Больше детской площадки, возможно, какие-нибудь спортивные турники, какие-нибудь спортивные тренажеры. Батуты много, батута. Гора батута. И другая жительница микрорайона считает, что большие спортивные площадки позволят приобщить жителей многоэтажек к спорту. А значит, все больше людей станут поддерживать здоровый образ жизни. Не хватает здесь площадки именно с тренажерами. То есть, да, есть турники, но было бы здорово, если бы здесь еще были тренажеры. Вот, как для девушек, так и для парней. Вот, в принципе, очень здесь здорово, можно и побегать. Для выбора представлены объекты не только в Твери, но и в городах области. Глава региона отметил важность и эффективность таких проектов. Очень важно, чтобы голосование проходило активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты. Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах. Голосование продлится до 30 мая на портале Госуслуг. Участие в голосовании могут принять жители региона старше 14 лет. Подробности можно найти на сайте zagoordsreda.ru. На сегодняшний день свой выбор сделали уже более 50 тысяч тверичан. В прошлом году на реализации было 97 проектов в 38 муниципалитетах Верхневужья.